Дорогие друзья, всех приветствую. Это очередные новости Турции. Турция и Грузия обсудили военное сотрудничество. Делегация во главе с председателем комиссии по нацобороне турецкого парламента АКОРОМ встретилась с главой Минобороны Грузии Чайковани. Обсуждено трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией, целью которого является укрепление региональной безопасности. Турция передала Америке соображения по урегулированию российско-украинской войны. В Стамбуле турецкими полицейскими задержан гражданин Казахстана Нурлан Жарымбетов, находящийся в розыске Интерпола за мошенничество и кражи. Эрдоган приравнял Хамас к борцам за независимость Турции. Сегодня глава политбюро Хамаса Хания посетит Турцию для встречи с Эрдоганом. Центробанк Турции ожидает пик инфляции в этом году на уровне 73-75%. Эрдоган впервые обвинил Израиль в причастности к военным переворотам в Турции. Число граждан Туркменистана, посетивших Турцию, увеличилось на 167%. Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдамском районе Азербайджана прекращает свою деятельность. В 14 провинциях Турции задержаны 60 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Индия расторгла договор с турецкими компаниями по строительству кораблей. В районе Сулусарай провинции Токат произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6 км. По результатам переговоров между Турцией и Танзанией было подписано 6 соглашений в различных сферах, включая продвижение и содействие инвестициям, сотрудничество в высшем образовании, архивах, а также стипендия для получения высшего образования. Актуальный курс лиры 37,24 за 1 доллар. Евросоюз заинтересован в развитии и сотрудничестве с Турцией. В Измире произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов. На фоне турецких санкций Израиль ограничивает экспорт металлолома в Турцию. На Стамбульском кинофестивале, организованном при поддержке Министерства культуры, были представлены фильмы на ЛГБТ-тематику. В Турции призывают бойкотировать рестораны и кафе из-за высоких цен. Количество иностранных студентов, которые обучаются в Турции, составляет 1,6 млн 821 человек. Таджикистан с сегодняшнего дня вводит визовый режим с Турцией. В районе Газиосман-Паша Стамбула произошел оползень. В результате пострадали 30 домов, эвакуированы 114 человек. Казахстан и Турция создают комитет по развитию комбинированных грузоперевозок. Ливни затопили станцию Стамбульского метро, открывшегося всего один месяц назад. В городе объявлен желтый уровень опасности из-за ливней и сильного ветра. В городе Чанкры из-за сильного ветра оборужился минарет мечети. Израиль в случае необходимости планирует захватить турецкие корабли с гуманитарной помощью, которые отправятся в Газу. Кыргызстан и Турция отменяют разрешительные документы для двусторонних перевозок. В четырех городах Турции задержаны 36 человек, которые подозреваются в связях с ИГИЛ, сообщил глава МВД Эрликая. По его словам, в результате операции обнаружено большое количество незарегистрированного оружия. В провинции Токат произошло второе за неделю землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 4,1 баллов, а глубина подземных толчков 12 километров. Российская Федерация направила запрос в МИД Турции из-за проблем россиян с транзитом в Южную Америку. Вчера вечером в Махмутларе на ходу загорелся рейсовый автобус 2Б. Пассажиры успели эвакуироваться, обошлось без пострадавших. В Алании, в районе автовокзала, муниципальный автобус наехал на женщину, которая шла по тротуару. Женщина с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. По сообщениям, водитель автобуса скрылся с места происшествия. В Махмутларе открылся второй торговый центр Алании «Агденис Парк». Администрация мясной и молочной промышленности сегодня объявила о повышении цен на мясо на 25%. Арестованы 8 человек по обвинению в краже 205 миллионов турецких лир с банковских счетов клиентов. На пляже Конье-Алты в Анталии 23 апреля в 16.00 пройдет авиашоу в честь Дня детей и национального суверенитета. По всей Анталии, включая Аланию, объявлено штормовое предупреждение желтым кодом. Ожидается сильный ветер с юга и юга запада, местами достигающий уровня сильного шторма. Пьяный пассажир на рейсе из Эдинбурга в Анталию после употребления алкоголя начал дебош. После приземления в Анталии он напал на пассажиров и полицейских, за что был задержан. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ожидайте новых выпусков новостей. Спасибо всем за внимание.